Воногу со временем региональным центром развития Алматинской области совместно с технопарком IT-стартапов Astana Hub проведена бесплатная диагностика предприятия по выпуску бытовой техники в Карасайском районе. Выездное мероприятие организовано с целью внедрения цифровых, технологических и инновационных решений на промышленных объектах региона. Как и зачем бизнесу переходить в цифру узнавал наш корреспондент. На сегодняшний день почти каждое промышленное производство использует компьютерные технологии во всех аспектах своей работы. Однако мировые исследования показывают, что процесс цифровой трансформации все еще находится на ранней стадии. С целью повышения уровня цифровизации и улучшения безопасности и качества выпускаемых товаров в области, региональным центром развития проводятся специальные мероприятия по диагностике крупных предприятий. Первым из них стал Алматинский завод бытовой техники в селе Жармухамбет Карасайского района. Мы проводим диагностики с компаниями для того, чтобы определить уровень их цифровой зрелости. То есть, насколько они готовы к тому, чтобы внедрять новые цифровые решения, для того, чтобы привносить новые элементы какие-то, для того, чтобы упростить процедуру свою. Многие предприятия, как мы знаем, привыкли работать по налаженной системе и пытаются систему упростить за счет внедрения дорогостоящего оборудования, либо пытаются найти решение, которое бы удешевило производство, либо увеличило бы их продажи. Но при этом поиск новых решений, как таковой, становится стандартным. И в этом случае международный технопарк IT-стартапов Astana Hub в одном из своих направлений предлагает такое направление, как корпоративные инновации. Что это под собой подразумевает? Подразумевает то, что мы совместно с компанией приходим к поиску новых решений, которые можно решить за счет существующих возможностей, то есть на мировом рынке привнести, либо за счет использования наших современных ребят, IT-стартаперов, которые уже могут предложить свои решения по оптимизации процесса. Открытие завода бытовых электро- и газовых плит FEMOS Metal состоялось в текущем году. Стоит отметить, техника уже пользуется большой популярностью и спросом в Турции, и на протяжении многих лет держит высокую репутацию бренда и защиты клиентов. Реализация инвестиционного проекта на территории области позволит обеспечить казахстанский рынок качественными плитами, отмечает директор предприятия Абдул Касым Суркас. Мы уже полностью наладили производство. В текущем году мы планируем выпустить 50 тысяч плит и в следующем году увеличить мощность завода в два раза. Пока техника выпускается для внутреннего рынка, но мы намерены наладить экспорт и в другие страны. Также в планах начать производство стиральных машин и вытяжек. Сейчас специалисты проводят диагностику для цифровизации процесса. По завершению, я полагаю, нам расскажут, какие аспекты можно ускорить и улучшить в нашем производстве. Стоит отметить, что региональным центром развития Алматинской области были проведены более 20 встреч в онлайн-формате совместно с Астана-Хаб, где приняли участие представители 25 предприятий. В ходе встреч были разъяснены меры поддержки в области цифровизации и автоматизации бизнес-проектов на предприятиях Алматинской области. В дальнейшем эта работа будет продолжена, заверили в ведомстве. Аделья Кжаркенова, Ербол, Атантьелов, телеканал ЖИЦУ.